Куку, друзья! Я Арина и добро пожаловать на Мельфей! Сегодня с вами мы соберем двухъярусный свадебный торт с вкуснейшими начинками из вишни и консервированных персиков. В качестве декора мы сделаем потрясающую композицию с живыми цветами и листьями фисташки. Конечно же, я покажу вам разрез двухъярусов, а также поделюсь лайфхаком, как сохранить цветочную композицию намного дольше. Ну что же, не будем терять времени и давайте начнем творить эту красоту! По традиции начинаем с бисквита, основой для любого торта. Я испекла заранее шифоновые бисквиты шоколадный и ванильный, дала им отстояться в холодильнике ночь и нарезала каждый на 4 части. Для ярусных тортов шифоновый бисквит будет идеальным основанием, так как его структура более плотная, чем у классического варианта. Не будем подробно останавливаться на моменте приготовления, но все пропорции ингредиентов и комментарии я оставлю в описании под видео. Приготовим основные крема для тортов. Для ванильного крема к творожному сыру добавляем сахарную пудру с ванилином, холодные сливки, немного вдавливаем сахарную пудру венчиками, чтобы она не разлетелась и смешиваем все миксером до однородности. Крем получается очень стабильный, гладкий и ароматный. Перекладываем в кондитерский мешок, откладываем в сторону и приступаем к приготовлению шоколадного крема. Для начала растопим шоколад. Я буду использовать свой любимый чистый метод, когда шоколад помещаем в кондитерский мешок, а затем в какую-нибудь емкость и заливаем крутым кипятком доверху. Примерно через 5 минут весь шоколад растопится, а у вас не будет грязной посуды. Состав и технология приготовления шоколадного крема аналогичны ванильному. Проделываем все то же самое, но в конце добавляем растопленный шоколад. Обязательно пальцами прощупываем мешок, чтобы не осталось частиц шоколада. При необходимости еще раз помещаем в горячую воду. После добавления растопленного шоколада миксером приводим все к однородности. Перекладываем в кондитерский мешок и начинаем собирать наши ярусы. Устанавливаем поворотный столик, с ним собрать торт и гораздо удобнее. Сверху кладем очень плотную подложку, у меня деревянная, и обязательно обрабатываем спиртом все поверхности всех подложек, так как безопасность превыше всего. На кондитерском мешке я отмеряю 4 см и на данной отметке отрезаю кончик. Выкладываем немного крема и устанавливаем первый бисквит, немного придавливая, чтобы он закрепился. Для нежности структуры пропитываю корж классическим сиропом из воды и сахара в пропорции 2 к 1. Сверху выкладываем немного крема в 2,5 оборота и разравниваем шпателем по поверхности. Старайтесь сохранять одинаковую высоту крема по всей поверхности коржа. Далее отсаживаем кольцо из крема и немного подравниваем. Я также убираю сверху округлость, чтобы сцепление было лучше. В качестве начинки здесь я использую вишневый конфитюр, также не будем подробно останавливаться на моменте приготовления, все пропорции комментарии я оставлю в описании. Выкладываю конфитюр круговыми движениями в высоту кольца из крема. Также можно выкладывать обычной ложкой из посуды, здесь кто как предпочитает. При необходимости ложкой подгоняем начинку и сверху выкладываем второй корж. Поверхность, прилегающую к начинке, я также хорошо пропитываю сиропом, как и верхнюю часть. Все действия повторяются, не забывайте подравнивать бока и следить за ровным положением коржей. Кстати, 4 см, которые я отмеряла на кондитерском мешке, помогут мне собрать тортики одинаковой высоты, так как крем я отсаживаю в равном диаметре. Последний верхний корж я пропитываю сиропом и сверху выкладываю крем для чернового выравнивания и закрепления всех крошек. Так как чистовое выравнивание мы будем делать белым кремом и ни одна крошка шоколадного бисквита не должна быть на поверхности. При необходимости пустоты заполняем кремом, подравниваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник стабилизироваться. Для сборки верхнего яруса торта обязательно используем очень плотную подложку, в которой проделываем отверстие. Чуть позже станет ясно для чего. Бисквит разрезаю на 4 коржа. На кондитерском мешке также отрезаю носик на отметке 4 см. И выкладываю немного крема на подложку для сцепления ее с бисквитом. В качестве пропитки я использую сироп из-под консервированных персиков. Его также можно разбавить водой, если хотите умерить сладость. Все действия по сборке точно такие же, как и с первым тортом. Для начинки в этом торте я использую консервированные персики, которые нарезала на мелкие кубики. Если не хочется кусочков фруктов, то можно пропюрировать персики и добавить желатин. И получится желейная прослойка. Я выбрала именно эти начинки, так как обожаю сочетание вишни и шоколада и творожного крема с персиками. Вы можете сделать начинку на свой вкус. Главное, чтобы она не была жидкой. Не забывайте, что ярусные торты, особенно нижние части, должны быть очень стабильные и устойчивые. Иначе торт может просто поплыть. Получится не очень приятная ситуация. Также тортом необходимо хорошо стабилизироваться, чтобы все слои между собой схватились и произошла небольшая усадка. Поэтому рекомендуется оставлять ярусы в холодильнике не менее чем на 4 часа. Мои ярусы стабилизировались 2 часа, так как торт был не на продажу, а для себя. Ну и я просто еще нетерпеливая. Последний шаг в сборке ярусов это чистовое выравнивание. Я буду использовать крем-чист на масле. Масло лучше достать очень заранее, чтобы оно было мягким, почти таяло. К маслу добавляем сахарную пудру с ванилином и взбиваем до пышности и посветления. Это будет заметно, вы точно не пропустите данный момент. Для выбеления крема я добавлю к маслу диоксид титана, это природный белый краситель. Туда же отправляем творожный сыр и смешиваем все миксером до однородности. Если сыр суховат, можно добавить немного сливок. Крем перекладываем в кондитерский мешок и приступаем к выравниванию торта. Достаем торт из холодильника, снимаем пищевую пленку, выкладываем крем так, как вам удобно и мягкими движениями шпателя выстраиваем ровные линии. Не забывайте следить за тем, чтобы все вертикальные оси были прямыми. Горизонтальные, конечно же, тоже. Не торопитесь и наслаждайтесь процессом. После также отправляем торта стабилизироваться, а в это время соберем цветочную композицию. В качестве цветов выбирайте любые, которые по душе, главное, чтобы они не были очень капризными. Я буду использовать персиковые гвоздики и веточки с листьями фисташки. Лайфхак, как сохранить свежесть цветов намного дольше, заключается в том, что в фальш-ярусе из пенопласта я вырезала цилиндр для флористической губки, также проделав в нем отверстие. Отдельное донышко изолирует губку от торта и будет дополнительно удерживать губку. Конструкцию из фальш-яруса с губкой помещаем в посуду с водой и даем губке самой впитать нужное количество воды, при необходимости переверните на другую сторону. Когда губка наполнилась, приступаем к сборке композиции. Я устанавливаю ярус на возвышение, чтобы было удобнее, и дальше в ход идет ваша фантазия. В композиции лучше не использовать более четырех элементов, чтобы не перегружать вид. Чтобы вставить цветок в ярус, сначала проделываю в нужном месте острый шпажкой отверстие и устанавливаю туда цветок. Композицию я оформляла волнообразным расположением цветов, чтобы объем максимально равномерно распределился по поверхности. Пустоты закрывала с помощью веточек фисташки. Поскольку торт не на продажу, цветочную композицию я оформила только с одной стороны, но это никак не повлияло на красоту конечного результата. Благодаря губке цветы простояли двое суток, не завяли и сохранили красивый внешний вид. Приступаем к самому ответственному моменту, это сборка всех ярусов вместе. Чтобы нижний ярус выдержал вес всех верхних, нам нужно сделать укрепление из трубочек. Вырезаем трубочки по высоте торта, намечаем расположение и вставляем в торт, помогая вдавливать их другой трубочкой. Располагать трубочки нужно по диаметру вашего следующего яруса в форме квадрата, чтобы вес равномерно распределился. Лучше использовать широкие трубочки, чтобы они сами не прогнулись под весом. Их всегда можно приобрести в кондитерском магазине, кстати в описании я оставлю промокод на скидку в магазине, в котором я покупаю абсолютно все. Все трубочки сверху прячем с помощью крема, это также послушает дополнительным сцеплением между ярусами и в центр вставляем центральную ось. Она поможет нам скрепить ярусы между собой, чтобы никто и никуда не съехал, поэтому мы делали отверстие в подложках. Чтобы изолировать донышко фальш-яруса, я прокладываю место соприкосновения пищевой пленкой. Аккуратно устанавливаем ярус цветами, не спешите. И сверху устанавливаем третий ярус, это был самый сложный и волнительный момент, так как торт мы нанизывали на ось, а не наоборот. Не бойтесь, что в момент установки что-то может повредиться, все можно подправить в дальнейшем, но все равно будьте очень аккуратны. Оставшийся кусочек я срезала, лучше сразу отмерить ее высоту на 1 см меньше, чем высота торта, так как он осядет, и чтобы ничего не торчало, лучше сделать это сразу. Выравниваем все недочеты от сборки, и наш потрясающий торт готов. Верхний ярус торта можно разрезать, не снимая его, аккуратно переложив часть на тарелку и уже в ней нарезать на необходимые кусочки. Чтобы разрезать нижний, нужно разобрать всю конструкцию, иначе цветы будут мешать. Лучше предоставить данную задачу людям, которые знают схемы сборки ярусных тортов. Этого красавца я придумала и собрала как торт, который я бы хотела видеть когда-нибудь на своей свадьбе, так как ярусные торты с живыми цветами это моя любовь и слабость, и лучше меня для себя же этого бы никто не сделал. А сейчас хочется просто любоваться. Друзья, я желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, подписывайтесь на наш канал, а также другие социальные сети, там еще больше вкусного и красивого. До новых встреч, друзья, не прощаюсь!